Здравствуйте! В эфире программа «100 советов», в которой я, Екатерина Рожкова, продолжаю искать и делиться с вами проверенными и актуальными советами для жизни. А они, согласитесь, особенно необходимы в преддверии новогодних праздников. Смотрите, запоминайте, а еще лучше записывайте, будет много полезной информации. Новогодние каникулы – прекрасный повод, чтобы как следует отдохнуть и весело провести время вместе с семьей. Так что не упускайте возможность порадовать своих деток и устроить для них настоящий праздник. Сделать это просто – соберите друзей, закажите вкусную пиццу, но в качестве сюрприза для вашего малыша не забудьте и героев любимого мультфильма пригласить. А вот и подсказка о том, как выбрать подходящее место для семейного отдыха. Мыльные пузыри героя любимого мультфильма – музыка и танцы. Вот что нужно малышам для веселой новогодней вечеринки. Поэтому, если родители все еще не знают подходящего места для проведения яркого праздника, то детский развлекательный центр – наиболее оптимальный и доступный вариант. К тому же в игровом городе и малышам, и ребятам постарше будет чем заняться. Когда, как не в преддверии Нового года дарить детям сказку. Организовать ее просто – вместе с аниматорами устройте настоящее шоу мыльных пузырей. Маленькие и большие, мерцающие и воздушные. Мыльные пузыри причудливых форм подарят отличное настроение и заряд эмоций всем гостям праздника. Кстати, детки могут сделать их как самостоятельно, так и вместе с родителями. Буквально от шести месяцев могут детки приходить и до бесконечности. Потому что это интересно как и детям, так же и родителям тоже интересно. После активных игр можно и подкрепиться. Мини-шашлычки, салат «Цезарь» или курица в сухарях. А вот утолить жажду брусничный морс. Кстати, по словам поваров, вкусную пиццу просят приготовить чаще всего. Мы работаем с проверенными поставщиками. Работаем на качественном сырье. Регулярно мы проходим лабораторные исследования, согласно САНПИНА. И у нас они проходят, ну скажем так, на радость нам, на радость нашим деткам, на пять с плюсом. Как ребята увлечены игрой, вы сможете запечатлеть веселый праздник и, конечно, пополнить фотоальбом новыми снимками. А вот залогом красивых фотокарточек станет яркая фотозона с символами Нового года – Дедом Морозом и елочкой. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем в Новом году любви, благополучия, исполнения желаний, чтобы этот год принес успех, чтобы все мечты и все задуманное сбылось. Что подарить человеку, у которого, казалось бы, есть все? Если вы тоже время от времени задаетесь этим вопросом, тогда поспешите в магазин необычных товаров. Быть может, именно в нем вы найдете креативные и полезные вещи на любой праздник, да и просто на каждый день, о существовании которых даже не подозревали. Что подарить? Как часто, собираясь на праздник к другу, коллеге или родственнику, мы задаемся этим вопросом. Ведь хочется, чтобы подарок был не только полезным, но и оригинальным, а главное, смог по-настоящему удивить получателя. Так, к примеру, если вы хотите привлечь в дом финансовое благополучие, смело дарите денежное дерево с купюрами вместо листьев. А вот альтернативой такому сувениру станет вещица, которая с годами не теряет своей популярности – копилка в виде животного, личного сейфа, книжки или гири. Новоселье, свадьба или день рождения – хороший повод для такого универсального подарка. Товарищу брали книжку наподобие вот этой книжки для заначки. Она с замочком, там как бы два ключика, что угодно ложишь, там денежки или что, никто не попадает, но ему понравилось. Мечтали в детстве стать героем фантастического фильма. Тогда перевоплотиться в нужный образ вы сможете, используя маски. Человек-паук, крик, женщина-кошка – выбирайте, что больше нравится. А вот мужчины точно обрадуются азартной настольной игре – домино, кости или покер. Такой подарок надолго займет внимание большой компании. Кстати, если вы цените юмор, подбодрить друзей можно и с помощью доброго розыгрыша. К примеру, подложите товарищу в ящик рабочего стола искусственную муху. Поверьте, реакция не заставит себя долго ждать, ведь выглядит она как настоящая. Наш магазин рассчитан как на взрослых, так и на детей. Здесь вы можете приобрести не только подарки с юмором, но и подарки для обычной жизни. Это светильники, фартуки, подушки, дощечки и многое-многое другое. Кстати, полезной в обычной жизни будет и игрушка антистресс. В основном эти мягкие резиновые мечи покупают дети. Однако отвлечься от повседневных проблем они помогут и взрослым. Достаточно несколько минут подержать мягкую игрушку в руках. Ну вот, осталось к необычному подарку добавить не менее оригинальное поздравление. И сюрприз готов. В связи с растущей популярностью салонов красоты и маникюрных кабинетов, в канун Нового года специалисты Роспотребнадзора Памурской области подготовили для вас несколько полезных советов. На что стоит обращать внимание при посещении салонов красоты? Смотрите и запоминайте. Обращаем ваше внимание, что оказание услуг по маникюру и патикюру связано с нарушением целостности кожных покровов, что несет в себе эпидемическую опасность и требует выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил. Все манипуляции, которые связаны с повреждением кожных покровов, должны выполняться стерильными инструментами и материалами. Инструменты для маникюра и патикюра должны стерилизоваться, упакованными стерилизационные упаковочные материалы и в них же храниться. Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде, при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах. При выполнении маникюра и патикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезинфекции и утилизации. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов, после каждого клиента без предварительного промывания водой должны помещаться в дезинфицирующий раствор. Что касается педикюра, ванночки для ног после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции, либо допускается использование одноразовых чехлов. Подушечки, подкладываемые под ногу, при проведении педикюра должна иметь клиенчатый чехол, который после каждого использования должен протеряться дезинфицирующим раствором. Сотрудники студии ногтевого сервиса, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны проходить обязательные медицинские осмотры и иметь личные медицинские книжки. А у нас на этом все. Желаю вам хорошего настроения и будьте здоровы! Новогодние и рождественские праздники, каникулы, пора активного отдыха, интересных дел и, конечно же, встреч. Чтобы эти дни не омрачились и запомнились лишь приятными событиями, позаботьтесь о своем хорошем самочувствии. Новый год. У многих этот праздник ассоциируется с чудесами, мандаринами и долгими выходными. А у медиков областного наркологического диспансера с дополнительной нагрузкой. Ведь именно в период январских праздников пациентов с алкогольной интоксикацией здесь становится больше. И не всегда это люди, которые страдают от зависимости. Порой в больницу попадают даже те, кто крепкие напитки употребляет крайне редко. Ухудшение состояния здоровья может возникнуть как от качества употребляемого напитка, от количества его, которое не всегда можно проконтролировать, от смешения алкогольных напитков, которые тоже не приводят к улучшению состояния. Вот в этом случае необходимо обращение в медицинскую организацию, в наркологическую службу. Лечение, оказание помощи возможно на анонимной основе. Мы не регистрируем наших пациентов ни в каких списках. Самое главное, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Полная анонимность означает секретность. О том, что вы наблюдались у специалистов и проходили лечение, никто никогда не узнает. Здесь работают профессиональные врачи-реаниматологи, а помогает им современное медицинское оборудование. То есть, начиная от простых традиционных, скажем так, капельниц, заканчивая современными методами выведения из запойного состояния, такие как плазма ФРС. Плазма ФРС – один из способов лечения интоксикации. Все компоненты, которые используют при процедуре, стерильные. Кроме плазма ФРСа, применяют также ультрафиолетовое облучение крови. Так как мы занимаемся именно непосредственно лечением интоксикации, острой интоксикации, хронических интоксикаций. У нас есть препараты, которые мы закупаем именно для этого. Специалисты дают несколько советов для того, чтобы праздники не прошли в больничных палатах. Первый – не смешивать крепкие напитки. Это может дать необратимый эффект. Также нужно помнить простое правило. Чем меньше доза употребляемого алкоголя, тем легче человек себя чувствует на следующий день. Но если все-таки симптомы интоксикации появились, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Ведь отравление алкоголем – это серьезная проблема, с которой порой могут справиться только специалисты. А если речь идет о длительном употреблении спиртного, то на его фоне у пациентов могут развиться еще и другие заболевания. Не стоит бояться самого названия «наркологическая служба». Всякое в жизни бывает, тем более в преддверии праздников, и в период самих праздников, когда состояние может ухудшиться и от качества употребляемых напитков, и от состояния сопутствующей патологии, когда необходимость обращения продиктована именно этими обстоятельствами. На этом у меня все. Полезными и нужными советами для жизни с вами делилась Екатерина Рожкова. С наступающим Новым годом! Всего доброго! И до встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!